Преступление со многими неизвестными. ФБР расследует вчерашний кровавый расстрел в Лас-Вегасе, но о мотивах киллера пока ничего не известно. Какие версии рассматривают и какие шокирующие факты узнали об отце преступника? Дмитрий Анопченко следит за ходом следствия. Американская столица развлечений уже через сутки после преступления, которое унесло жизни 59 человек, возвращается в привычный ритм. Чем дальше от места трагедии, тем больше людей в казино и на улицах. Еще чуть-чуть и лишь выбитое окно на 32 этаже отеля Мандалай Бэй, откуда киллер и стрелял по людям, будет напоминать о событии, которому нет пока объяснения. Никто не знает, почему Стивен Пэдок, человек без военного прошлого и военных травм, которые могли бы повлиять на психику, бывший бухгалтер, мирно вышедший на пенсию и за всю жизнь незамеченный ни в чем предрассудительном, решился на преступление. Вот в этом оружейном магазине, где он покупал винтовки, говорят, не было причин отказывать, мол, перед продажей пробивали Пэдока по базам данных и каждый раз видели, он чист. В итоге оружие у себя дома за последние годы киллер накопил столько, что удивилась даже опергруппа, пришедшая к нему с обыском. Мы выявили и 18 единиц оружия, и взрывчатку, и несколько тысяч патронов. Как именно киллер пронес 16 стволов в отель, стало ясно после допроса персонала и просмотра картинки с камер наблюдения. В течение нескольких дней он приносил в номер чемоданы из своей машины, припаркованной в гостиничном гараже. Отель огромный, гости перемещающие багаж, обычная картина, вот никто ничего и не заподозрил. Все это дает следователям основания говорить, преступник действовал вовсе не под влиянием минутного эмоционального порыва. Он долго и тщательно готовил этот расстрел. Но вот его мотивы по-прежнему непонятны, ведь у Пэдока не было ни особых религиозных взглядов, ни политических предпочтений. Версию о причастности исламистов ФБР сейчас тоже отвергает. Сейчас появилась новая версия – психическое расстройство. В своих архивах ФБР нашла данные – отец киллера был грабителем банков. В 70-е его даже в список самых разыскиваемых преступников включали. В деле есть и справка медиков. Пэдок-старший был шизофреником и психопатом со склонностью к суициду. Версию, что и младший Пэдок ненормальный, отстаивает сейчас мэр Лас-Вегаса. Это просто психически больное, отвратительное человеческое создание. Оно принесло опустошение, которое останется навсегда в нашей памяти. Но и эта версия вызывает вопросы. Ведь психопатия не передается по наследству. А те, кто знали Пэдока, не замечали ничего необычного в его поведении. На расследовании сейчас без преувеличения брошены лучшие силы. Но очень может быть, что точка будет поставлена, а что двигало убийцы, следователи так и не поймут. Ведь в американских самых громких преступлениях последних лет, дела которых давно уже списаны и поставлены на полку, мотивы действий преступников так и не выяснены. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.